Привет всем и дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как что делать, если на вашем айфоне, айпаде, айподе пропадает свободное место. И если верить настройкам вашего смартфона, если зайти в раздел о системе, куда уходит место, то будет указано, что у вас уходит все на фото и видео файлы, которых по сути у меня нет. У меня всего-навсего 4 видеоролика, 44 фотографии, из которых где-то 20 фоток находятся физически на устройстве, и 2 видеоролика очень коротеньких про котенка. Все остальное находится в iCloud, и то есть я их смотрю только через подключенный интернет. Но если мы с вами пройдем в хранилище, выясняется, что эти 20 фотографий и 2 ролика занимают 6, почти что с половиной гигабайт. Такого быть не может. То есть откуда все это взялось на моем смартфоне? Нам необходимо с вами поставить программу iTools третьей версии. Можете поставить четвертую на ваш компьютер, но четвертая больно жадная, а третья версия распространяется совершенно бесплатно. Далее необходимо подключить ваш смартфон к компьютеру. Программа iTools не будет работать без настроенной программы iTunes. После чего заходим в файловую систему и смотрим на папочку DCIM. Обратите внимание, что эта файловая система открытая, то есть джелбрейк для данной процедуры не нужен. И папочка DCIM показывает реально объем наших фотографий. У меня они занимают 300 мегабайт на моем аппарате. А вот папочка Fotodata показывает, что она весит 6 гигабайт. Здесь же находятся недокаченные с iCloud фотографии, видеофайлы, журналы отчетов неудачных синхронизаций и прочий мусор. Что мы с вами делаем? Мы выбираем все папочки, кроме Albums Metadata, папки Metadata и Subnails. Это по сути миниатюры. Все остальное, включая временные файлы, которые находятся в каталоге, подчистую удаляем. При завершении данной процедуры программа iTools покажет, что у вас по-прежнему свободно, как у меня, около 3 гигабайт. Но это такой своеобразный баг. Вам нужно закрыть программу. После чего, может быть, придется перезагрузить аппарат. Но я его не перезагружал. И теперь мы с вами видим, что доступно почти что 10 гигабайт свободного места. А фоточки занимают положенные 300 мегабайт. Запускаем галерею и видим следующее. У нас происходит восстановление нашей галереи. То есть наш смарт начинает смотреть, какие фотографии физически есть, а какие отсутствуют. В конечном итоге вы увидите только те данные, которые находятся на вашем аппарате. То есть 28 фотографий, я ошибся, и 2 настоящих видеоролика. Все остальное находится в iCloud. Чтобы убедиться, я сейчас пройду свою учетную запись. Давайте посмотрим на время и дату. Они соответствуют тому, как я начал операции со своим аппаратом. И заходим в фото. Я их, естественно, заретуширую. И вот смотрите, всего у меня 50 фотографий, из которых 44 фото, 5 видео. И почему здесь на один файл больше? Потому что здесь есть обои. На моем аппарате их не было. Вот, собственно, и все. Делается все очень просто, но на всякий случай предварительно синхронизируйте все ваши фотографии с облаком. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.